Мне досталась определенная критика за то, что я делаю. И я хотел бы разобрать самые типичные из замечаний, которые выпали на мою долю и, возможно, выпадут на вашу, если вы займетесь тем же. И потому нам нужно дать на эту критику библейский ответ. Первое замечание – не судите. Матвей, 7 глава, «Не судите, да не судимы будете». Один из самых часто встречаемых и неверно трактуемых отрывков в Библии. Да, Иисус нам говорил не судить. Но против какого суждения предостерегает нас Спаситель? Против лицемерного суждения, либо суждения ситуации, не разобравшись в ней. К примеру, если я еду по дороге и вижу на обочине старый запущенный дом, сорванный с петель дверью, замусоренным и заросшим двором, и, судя по виду дома, скажу, «Что за непутевый, ленивый, бездельник здесь живет?» То я буду неправ. Как я могу знать, может, здесь живет престарелый человек или инвалид, и не в силах позаботиться о своей собственности? С моей стороны, будет неправильно быть скорым на суд. В ответ на эту критику скажу, «Нам сказано судить, но судом, не выходящим за библейские рамки». Иисус очень ясно говорит об этом в той же главе. Друзья, когда дело касается богословия и учения, мы просто обязаны судить об этих вещах, не выходя за библейские рамки. Следующее замечание – «Вы сеете разделение в церкви». Тот, кто пригласил меня в юности на служение целительницы по вере, сейчас крайне обеспокоен моими семинарами и рассказывает всем, кого встречает, что Джастин сеет разделение в церкви. В ответ на эту критику скажу, разделение сеют как раз лжеучение. Давайте прочитаем, что пишет апостол Павел. «Я умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки чему? Вопреки учению, которому вы научились. И уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу Иисусу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Риллианам 16 глава. Друзья, разделение церкви производят не те, кто проповедует истину, а те, кто проповедует заблуждение и ереси.